Это и есть энергия Бога, доброта людей. Можно помнить о добрых людях для начала, и уже вы сможете быть не одинокими. Потому что одиночество означает, что у вас нет возможности, или у нас, у меня, нет возможности контактировать с силой, которая наполняет человека. Самая главная причина одиночества — это пустота. Мы не наполнены. Человек одинок, потому что ему нечего отдать. И отсутствие знания, когда человеку нечего отдать, чем он занимается? Мечтает. О чем женщина мечтает? Она мечтает о хорошем человеке, который даст ей счастье. О чем мужчина мечтает? О том, что женщина какая-то ему даст счастье. О чем семья мечтает? О том, что ребенок придет в жизнь и даст им счастье. Это все означает ненаполненность. Потому что человек на самом деле должен понять, что если он о чем-то мечтает, то это и есть одиночество. Человек не мечтать должен, а отдавать. А чтобы отдавать, нужно иметь. А чтобы иметь, нужно служить. И служить нужно своей памятью тому, что вы уже получили. Этот человек уже, каждый человек уже видел солнце, уже видел природу, уже видел добрых людей. Осталось только об этом постоянно помнить. Когда человек помнит о чистоте, о доброте, о храме, о святыне, о добрых людях. Постоянно помнит или пытается помнить. Потому что когда приходит плохая судьба, что она делает? Она зацикливает на проблеме человека. И человек только помнит об этой проблеме. Почему человек не спит ночью? В чем причина? Он думает о том, почему так со мной произошло. Он думает о себе постоянно и о боли, которая существует у него внутри. Он думает о том, чтобы служить другим в это время, помогать кому-то. Нет? А вы когда меня спрашиваете на лекциях, вы хоть раз спросили, Олег Геннадьевич, а как мне помогать другим? Ну, конечно, как кто-то один раз спросил. Иногда такие вопросы бывают. Но в основном люди просто находятся в отшибленном состоянии боли. И они спрашивают меня, что делать с этой болью. А единственный способ справиться с болью, это отвлечься от боли в это время. Это называется верой. Отвлечься от боли, от несправедливости, которая от пустоты, от одиночества, которое царит в сердце. Иди и начать думать о том, что хорошего со мной было в этой жизни. Вот эта сама память об этом называется служение Богу. В таком примитивном достаточно аспекте. Но все равно это уже служение Богу. Потому что все хорошее, что было, это подарки, которые мы от него получили. Когда человек начинает об этом думать, он наполняется тем, что делает его не одиноким. Но это подвиг. Вот заставить себя бегать по утрам, это подвиг. Заставить купаться в холодной воде, это подвиг. Загазать желать всем счастья, это подвиг. Заставить себя идти в храм, это подвиг. Потому что есть же дела. Дела означают скованность. Человек сковывается временем. А время его заставляет думать о себе и выживать в этом мире. Мы все выживаем. Это называется дела. Мы совершаем эти дела. Мы не понимаем, что чтобы выживать, нужны силы. А силы идут от памяти о Боге. Эта память рождается там, где думают о нем. Там, где люди добро творят. Или просто там, где уже творили в моей жизни это добро. Достаточно просто вспомнить, что есть люди, которые... Заставить себя вспомнить, что есть люди, которые сделали что-то хорошее и уже становится легче. А когда становится легче, нужно не использовать это для того, чтобы... А теперь, Господи, мне еще вот это дай. Вот. В это время, когда легче стало, сделайте что-то кому-то. Потому что тогда начинается этим обмен. Эта сила обмен. Когда обмен идет, тогда человек попадает в настоящую жизнь, которая никогда не бывает одинокой. Одиночество означает, что человек зациклен только на себе. Это значит, что он обесточен. У него нет сил. Причина в этом. Давайте разбирать эти все причины. Вот смотрите. Вы увидите, что все одно и то же. Есть несколько видов одиночества с точки зрения развития личности. Допустим, невежественные люди всегда одиноки, даже если у них есть семья. Что значит невежественный человек? Это значит, что он настолько обесточен. Он настолько не понимает, что такое святость, чистота, глубина, красота, любовь, гармония. Он не понимает этих вещей настолько, что ему нужно какими-то искусственными способами, агрессивными достаточно способами делать себя счастливым. Например, что такое невежество? Это пьянство. Этот человек просто выпивает, чтобы сделать себя счастливым. Он счастлив на самом деле в это время? Нет, он просто играет в это счастье. То есть, ну это влияние духов. То есть, дух ему энергию счастья искусственно дает, взамен на свободу. То есть, человек в следующий раз уже не может быть просто так счастлив. Чтобы ему быть счастливым, надо опять выпить. И тогда опять дух ему дает эту энергию счастья, но забирает у него волю у человека. Он питается его волей. Это называется невежественная жизнь. Как бы вы это ни называли, что я как бы в меру пьющий там или по праздникам пьющий. А зачем тебе вообще это надо? Вот это пьющий. Что, без этого нельзя быть счастливым? Человек создан для счастья. Я никогда в жизни не пил. Я не считаю, что у меня радости на праздниках не было. Почему мне очень радостно на праздниках? Зачем нужно это спиртное вообще? Оно просто искусственно создает атмосферу. А если вы искусственно создаете атмосферу, тогда это все просто искусственно. Зачем тогда из этого все играть? Какой смысл? Если ничего нет, так ничего и нет. Зачем что-то выдумывать? Так, видите, это называется невежественная жизнь. Пьянство мужчин снижает самооценку. Потому что мужчина должен по определению, мужская природа означает создавать счастье. Мужчина должен создавать счастье. Женщина создает любовь, гармонию. А мужчина что создает? Счастье, жизнерадостность. Ты не печалься, ты не прощайся. Все впереди у нас с тобой. Это мужская природа так действует. Счастье создает мужчина. Но когда мужчина выпивает, он уже меньше может создавать счастье. Потому что у него на это меньше сил. Счастье не исходит из него, оно зависит от состояния определенного. Он может, конечно, спеть. Ты не печалься. Ну, когда уже выпьет. Но это не его энергия, это энергия духа, который им владеет в это время. Ну, и это никакого оптимизма не дает, соответственно. Это дает только печаль всем вокруг. Ну, соответственно, так как человек не в себе, у него снижается самооценка. Вот фактически, вы знаете, нет такого понятия самооценки. Потому что нас оценивает только Бог. Когда человек пытается сам себя как-то оценить, сейчас в современной психологии очень много этой глупости развито. Ну, то есть человек сам себя... Я самая привлекательная, обаятельная. Самая привлекательная. Да это все зависит просто от Бога внутри. Если Бог тобой доволен, ты становишься красивой. Недоволен, ты становишься некрасивой. Это называется совесть. Или... Ну, допустим, человек доброе дело сделал, ему совесть говорит, молодец. И у него сразу раз оценка внутренняя, хорошая. Когда он злое дело сделал, и он делает вид, что он хороший, это называется самобан. И ты хоть как вот выкручивайся как бы. Я самый там такой, такой. И что толку от этого? Все равно ничего не поменяется внутри. И люди все видят, что человек играет какую-то роль. И что эта игра делает его счастливым? Нет. Он находит в себе таких же людей, которые так же играют вокруг. Это называется страстная жизнь. Все как-то одеваются, что-то из себя корчат, делают что-то. Надо просто жить так, чтобы сердце было довольно. И тогда у тебя хорошая самооценка. Но если ты начал пить, то будет она снижена. Потому что Бог тобой недоволен. А почему человек начинает пить? Потому что у него не хватает сил. Вот давайте возьмем, допустим, любого человека, который, допустим, выпивает. И сделаем так, чтобы он не пил. Что дальше будет? А дальше у него будет или инфаркт, или инсульт, или он просто психика сорвется, он в психушку попадет. Вы что думаете, люди пьют просто так? Они пьют, потому что у них нет сил жить. Они просто выживают. Они просто пытаются выживать с помощью этого жидкости, потому что у них нет возможности внутренней стать счастливыми изнутри. Они не знают метод. Они знают, что надо делать добрые дела, вспоминать святость, чистоту, природу, людей добрых и так далее. Они не знают об этом. Из-за этого они выпивают, потому что нет сил, напряжение сильное внутри. Человек просто не может, у него нет сил. Надо расслабиться, он пьет. Ну, в Питере я первый раз прочитал лекцию, долго не читал, уже месяца три. Ну, читал, там фестиваль был, там такая семейная атмосфера. Я устал сильно. Люди соскучились, набросились на меня. Вот. И на следующий день я такой разбитый встаю, еще поздно лег. И просто пошел с утра. А там в Питере есть каналы, много каналов, везде вот каналы вот эти. Говорят, там купаться нельзя, каналы. Можно там в заливе купаться. В каналах нельзя, плохая вода. Почему плохая вода? Вода и вода. Она же с природой связана, с солнцем. Она наливается энергией солнца, луны, деревьев, земли. Она природой наливается. Ну, и пошел в канал, искупался. Прямо рядом с домом был канал, там ступеньки были. Ну, пошел, там искупался. Четыре градуса. На пятый раз ноги привыкли. Женщинам не надо так делать. Мужчинам можно. И все. Вот вся усталость просто раз и нет. Понимаете, химический состав воды не имеет значения. Имеет значение, что это природа, это от Бога все. Я просто залез в воду, вышел и все. И я вот полностью нет усталости вообще. Потому что это от Бога вода. И депрессии сразу никакой нет, понимаете. До свидания, депрессия. Потому что я наполнился этой силой природы. Даже этого достаточно, чтобы нормально жить. Выведи себя на улицу, просто пробегись. Или там пройдись хотя бы, если бегать уже не можешь. Что-то сделай там, двигайся. Но если ты идешь в лес для того, чтобы грибы собирать, ты что-то бескорыстное сделал в это время? Нет. Ты лесу радуешься? Нет. Костер разверг, дружи, дружи, забрал, шашлыки пожарил, поехал домой. Отдохнул. Да ты даже не видел ту силу, которая дает отдых. Посмотри на природу. Это аскеза. Смотреть на речку, когда ты на речке. Желать всем счастья, когда люди вокруг. Это аскеза. Постать на земле, поставить, когда есть земля. Это аскеза. Любить деревья, когда растут деревья. Заставь себя это делать. Нет. Надо куда-то бежать, что-то собирать. Потому что человек хочет все эксплуатировать в этом мире. Он не хочет служить. И поэтому он одинок. Потому что неправильный настрой. Неправильное представление о жизни. Отсюда пьянство. Женщины тоже иногда пьют. Тоже от этой же причины. У женщин больше устойчивости внутри. Они сотканы из любви. Им легче любить людей. Даже просто любить маму или папу. Или детей. Поэтому женщины в основном от вредных привычек не страдают. Если она хоть как-то, как женщина, себя ведет. Женщине не нужны вредные привычки. Потому что любви хватает в жизни. И хватает сил. Не хватает защиты, заботы, стабильности. Но иногда у женщин не хватает любви. Они совсем замыкаются на себе. И тогда они начинают пить. Это уже совсем плохо, когда женщина пьет. Тяжело ее вывести из этого состояния. Курение у мужчин. Человек напрягается. Вот на работе устает. Напрягается в жизни. Он напряженным становится. Пьянство делает людей одинокими. Даже просто жить с человеком, который выпивает, очень тяжело. А тем более выходить за этого человека замуж. Или ему найти себе кого-то. Потому что человек, который выпивает, уже совсем не может ничего отдавать. Он зацикливается на себе хронически. Это называется жизнь невежествия. И поэтому никто не хочет за пьяницу замуж выходить. И жить никто с таким человеком не хочет. Потому что толку никакого нет. Он ничего не отдает тебе. Он просто для себя живет. Это просто от того, что он болен. Чем он болен? Он не умеет брать силы от Бога. Силы от Бога берутся только служа ему. Служение означает помнить. Помнить о хороших людях. Помнить о храме. Надо себя заставлять. Потому что время делает наоборот. Оно заставляет нас помнить о плохом. Там в очереди человек стоит, песни поет. Все плохо вокруг. Все тяжело. Я не знаю, когда это все кончится. Но он вспоминает в этот момент. Потому что он верит. Вера в Бога есть. Он вспоминает. И что происходит? В золотом океане любви бескрайнем. Все дни, мои дни, моей судьбы. Плывут как рыбы в неземном сиянии. Понимаете? То есть начинаешь по-другому на свою судьбу смотреть. А я смотрю на твои корабли, на твою жизнь, на твою судьбу. Твоими глазами на свою жизнь смотрю. Не мигая. Удивляюсь. И ныряю туда в это понимание вещей. Понимаете? Вот так человек должен жить. Он не должен поддаваться на эту вот тоску, печаль, мечту. А мне вот это вот надо. А мне летать. А мне летать. А мне летать. Охота. Жизнь моя жестянка. Ну ее болото. Когда мужчина напряжен, что ему остается делать? Он не знает, как служить другим. Он не знает, как снимать напряжение аскезой. Он берет и курит. Курение убирает напряжение. В результате он становится замкнутым, потому что он уже на минусе живет. Человек на плюсе живет, когда он наполняется доброй силой через служение. Это надо заставлять себя каждый день идти на природу. Улыбаться людям. Надо заставлять. Если он уже не может заставлять, он на минус вышел, он становится одиноким человек и начинает курить. Вот курить означает уже одинокий. Все. Потому что, чтобы не быть одиноким, надо что-то отдавать. А напряженный человек... Почему он напряженный? Потому что ему не хватает. Когда человеку что-то хватает, что с ним происходит? Он расслабляется. Расслабляется, когда человек... Зачем ему курить? Человек курит, потому что он напряжен. Эта болезнь опять вынужденная. Не то, что говорят, не курей. Замечательно. Но человек курит, потому что он напряжен. У него нет понимания, как расслабиться. Вот ребенок пососал сисью. От чего он расслабился? От любви? Ну почему он расслабился? Потому что ему положено так жить. Он имеет право просто сосать сисью, потому что он еще маленький. И он любит просто потому, что он пришел в этот мир. И Бог через него сияет и дает счастье всем, просто потому, что он хочет, чтобы все о нем заботились, об этом маленьком. Но потом, когда человек вырастает, Бог уже не сияет через него. И это значит, что он хочет от нас, что мы теперь начали от других заботиться, забыли про себя. Когда человек по-настоящему отдает, он его расслабляет, он становится расслабленным, счастливым. Ему не нужна сигарета. Сигарета означает, не может человек отдыхать. Что дальше у мужчины происходит? Замкнутость, затруднение в близких отношениях, бесплодие. Это означает, что даже уже ребенка Бог не может дать такому человеку. Из-за того, что он слишком обесточен. Причина вот такая. Когда женщина курит, то холод в сердце наступает. Потому что женщина, что уж тем более по природе, должна чирикать, всех любить. Плохо стало, позвонила подружке. Ля-ля-ля-ля-ля. Легче стало. Называется любовь. Женщина должна так делать. Она должна всех любить. Она должна активно всех любить. Заботиться обо всех. У нее по природе это есть. У женщины. Пошла на улицу, там деревца посадила. Собачек накормила. Птичек там накормила. Все. Зачем курить? Женщина по природе очень любвеобильное существо. Зачем ей курить? Курение это означает, что я просто от безысходности пытаюсь расслабиться. Искусственный метод. Женщина должна расслабляться отношениями. Просто всех люби и все. И расслабишься сразу. Иди всем скажи, моя хорошая, обними кого-нибудь. Причем интересно, если женщина просто обнимет на улице другую женщину, та поймет. Она подбежит, говорит, моя хорошая. Она говорит, я тебя не знаю. Ничего страшного. А, ну ладно. Любовь, она всеобъемлющая. И как бы женская природа, она не имеет границ в любви. Вот женщины, вы знакомы с ней? Нет, вот вы с ней знакомы? Нет, обнимите друг друга. Без проблем, Вик. Мужикам уже сложнее. Что, женщины созданы для людей? Все, теперь они знакомы. Сейчас будут болтать между собой. Понимаете? Женщина, зачем вам курить? Курение, это что дальше? Холод, сердце. До свидания, семейная жизнь. У женщин должен тепло и сердце идти, что семью создать. Начала курить, все. Энергии обмена, энергии любовью нет, когда ты куришь. Потому что на минусе находит человек. Он напряжен. Он все равно остается напряжен, но делает вид, кому кажется, как будто он не напряжен. Это просто иллюзия, понимаете? Если ты напряжен, расслабься с помощью правильных вещей. Зачем тебе расслабляться искусственно? Внутреннее напряжение остается. Холод сердце делает сначала. Потом психостения, слабость начинается. Надо кофе глушить еще потом будет. Дальше. Отчужденность от людей. Вроде всем улыбаемся. Зажатость, потом женщина зажимает, вот такая становится зажатой. Замкнутость. И вот я одинокая, я одинокая. А ты такой холодный. Какая зверка в океане. Вот. Ты сама такая холодная. В чем тут он? Дальше. Разврат. Разврат. Люди хотят дешевой любви. Ну, то есть, разврат означает, что мы, как бы, все рамки приличия, правила все убираем, которые нужны для глубины, глубоких отношений. И просто начинаем любить через тело. Ну, со всеми подряд, с кем можно. Кто согласен на такие отношения. Ну, когда мужчина так себя ведет, все, до свидания, семья. Безответственность. Потому что семья означает верность, означает клятва какая-то. Ну, то есть, ты клянешься, зачем? Не то, что ты себя мучаешь. А что себя мучить, говорит? Ну, живи, как хочешь. Да мучить себя для того, чтобы глубокие отношения строить. Для того, чтобы настоящую любовь почувствовать. Потому что вот это вот, вот это все, вот это вот, хаотичные отношения, вот эти все. Там же не любовь это. Это просто от безысходности. Люди просто от того, что у них нет возможности любить глубоко, пытаются снять напряжение таким образом. Мужчинам безответственность возникает. Когда мужчина с чужой женщиной отношения строит, то они обмениваются отрицательной энергией. В результате мужчина начинает воспринимать женщин очень мерзко. Когда мужчина просто такие отношения строит, он чистоту женскую уже не видит. Он видит в них вот похоть, вот это все, понимаете? То, чем он соприкасается. У него такое общение с женщинами. Как он потом женится? А если и женится, как ему вот чистоту эту увидеть и верность к жене иметь? Дальше поверхностное отношение к личной жизни в мужчинстве. Он думает, да, жениться, какая разница? Жениться, как какая разница? Живем и живем. Дальше разум у человека такого тает. Потому что разум мужчины всегда повышается только тогда, когда на нем кто-то виснет. Вот мужская психика так устроена, чтобы мужчина стал разумным, нужно, чтобы на нем кто-то повис. Жена повисла, он сразу разумным становится. Никто не виснет, никакого разума не будет. Нужно, чтобы кто-то повис. Поэтому говорят, женись быстрее, женись, дурак. Женился сразу. Надо, чтобы кто-то повис. А если жена не виснет, а живет рядом, значит, он еще больше будет расслабляться. Но женская энергия расслабляет. Понимаете, женщина расслабляет и висит надовременно. Мужчины не знают, то ли расслабляться, то напрягаться. Потом постепенно понимает, что надо напрягаться. Еще потом дети появляются. И так он зреет, становится взрослым. Разумным. Мужчина. Но если женщина прыгает перед ним на задних лапках, а не виснет, то тогда он расслабляется. Нужно виснуть, говорит, я что-то не могу так жить. Помоги, сделай что-нибудь. У меня жена, когда одна в море идет, я наблюдал за ней. Она так заходит, легко плавает там, все. Как со мной идет вместе. Ой, он говорит, я воды боюсь. Виснуть начинает. Я говорю, ну ты одна шла, не боялся. Он говорит, одна не боялась, я с тобой боюсь. Это же хорошо, что женщина так вот чувствует. Это значит, что она помогает мужчинам стать корректурой. Когда мужчина чувствует, что есть ответственность, он становится разумным, сильным, выносливым, здоровым, счастливым и так далее. Но не хочет брать ответственность. Женщина, когда занимается развратом, она теряет вообще понимание, какие мужчины бывают хорошие, какие плохие. У нее картинка стирается, она не может разобраться с мужчиной. Дальше она становится слабой по отношению к сексу. То есть она не может устоять перед мужчиной уже. То есть он просто ее тащит в постель, она идет. Все, у нее нет силы противостоять вот этому. Желание мужскому. Дальше начинается обман в отношениях. Женщина становится подвержена мужскому влиянию, когда чрезмерно. Она уже не может принадлежать только своему мужу. В результате приходится врать. И она перестает иметь верность. Поэтому никогда не нужно вот эти хаотические связи иметь половые. Это очень опасно для жизни, для судьбы. Другими словами, одиночество происходит из невежественной жизни. Что такое невежественная жизнь? Когда человек вообще не понимает, что есть душа, самосовершенство, есть чистота, есть настоящая глубокая любовь, есть верность, есть глубина, есть святость. Вот он вообще, как бы у него вообще даже близко нет идей никаких на эту тему. Он просто выживает в этом мире. И когда у него нет механизмов снимать напряжение, дальше идет деградация. Еще раз повторяю, отношение, одиночество означает, нет контакта с той силой, которая дает счастье внутри, в сердце. И когда человек это счастье получает, дальше одиночество разрушается с помощью того, что я это счастье отдаю другим, не желая ничего взамен. И тогда у людей появляется благодарность в сердце. А благодарность создает взаимообмен. Одиночество в результате пропадает. Так должен жить человек. Это невежество. Но есть люди, которые не хотят невежественной жизни. Выключайте мобильник, все слышно. Все слышно по всему залу. Понимаете, есть люди, много, большинство людей, не хотят доказывать никому, что они хорошие, не хотят всех мучить собой, не хотят ненавидеть, не хотят извращаться, не хотят насилие совершать, не хотят этого большинство людей. Они хотят жить, сотрудничая друг с другом. Но при этом они не понимают, что если у тебя внутри наполненности нет, контакта с Богом нет, то тебе дать людям нечего. И ты все равно зависим от других. Поэтому большинство людей, они живут, думая, что я живу для детей, живу для жены, а на самом деле в это время они живут только для себя. Потому что у них нет силы что-то отдать. Они не зависят от жены, зависят от мужа. И эта зависимость постепенно истощает отношения. Это называется жизнь страсти. Люди, вроде бы, все хорошо было. То есть у нас была семья, у нас была работа, мы стремились квартиру купить, мы стремились иметь больше денег, у нас дети появились. И постепенно вот в такой жизни люди, зависят друг от друга, питаются наслаждением, которое исходит друг от друга. Они питаются только друг другом. И постепенно друг друга съедают. Потому что когда люди только питаются друг другом, это все надоедает. Устают, люди устают друг от друга в результате такой жизни. Эта усталость рождает споры, скандалы, отвращение, неприязнь, усталость там и так далее. Как вот женщина говорит, они живут вместе на одной территории, там ребенок у них. Отношения усталые, они устали от отношений. Усталость появилась от отношений. И что вы думаете, что вы сейчас, если этого человека переманите себе, то у вас не появится усталость? Ну точно так же появится. Потому что это механизм, который работает всегда и у всех. Сначала появляется вот эта влюбленность, потом постепенно привыкание, потом усталость, и потом нужен кто-то еще, или вообще человек уходит из семьи. Если человек ради влюбленности живет, то он новую потом себе, новую ищет, нового человека и так далее. Он никогда не заканчивается. И это все короче и короче, эти периоды становятся. Потому что человек человеком не может глубоко восполниться. Это становится все меньше и меньше счастья. Это скучно от этой жизни уже становится потом. И смотрите, люди думают, что если они больше будут работать, больше будут иметь достатка, то тогда счастья будет больше. Они в это верят. Они думают, нам для счастья не хватает только хорошей квартиры. Нам для счастья не хватает только дачи, машины. Может, на свежий воздух переведем, там будет больше счастья. Надо поменять принцип, надо восстать против этого ожидания, что мне подарит счастье судьба. Чрезмерная занятость означает, что люди пытаются с помощью средств к существованию сделать себя счастливыми. В результате у них меньше отношений становится. Им некогда. Они работают постоянно. Им некогда любить детей, потому что они забыли, ну, нет контакта. Не видно, кто перед тобой находится. Ни жену не видно, ни ребенка. Растет напряжение внутреннее. Человек может в этом случае снимать напряжение только какими-то сильными эмоциями. Это внешнее снятие напряжения. В результате появляется сильная потребность в сексе. Человеку нужен постоянный секс, когда он устаёт сильно от работы, потому что другого способа ему снимать напряжение нет. А это искусственный способ снятия напряжения, истощает твою связь с близким человеком. Чем больше ты искусственно занимаешься сексом, тем меньше тебе приятен этот человек становится. израсходуется просто. Эта энергия расходуется. Всё в этом мире расходуется. Но самое ужасное заключается в том, что когда у человека, у мужчины сильная занятость ещё до создания семьи, и сильное внутреннее напряжение до создания семьи, и чрезмерное половое желание до создания семьи, и склонность к вредным привычкам от этого растёт, и потом растёт страх перед ответственностью за семью, потому что у меня же нет для этого квартиры, машины, чтобы семью заставать. Завышенные требования к условиям совместной жизни, потому что он боится, что женщина не поймёт, что он так живёт. Дальше. Неправильное представление о потребностях женщины. Мужчины часто думают, что женщины вот все помешаны там на том комфорте, на деньгах там и всё прочее. Это так. Но это не является главным для женщин. Если этого нет, ничего страшного. Если есть настоящее что-то, женщина перетерпит. И мужчина в результате что происходит? Он боится жениться. Одинокие мужчины, большинство, у них страх перед женитьбой. Они боятся, что их не оценят, как мужчину. Женщина не оценит. А что ты мне можешь дать? Женщина ещё помогает. А что ты мне можешь дать? У тебя квартира есть? Там машина есть. Она... Всё, я понял. И когда мужчина так вот обломался, он всё, он как бы боится потом создавать семью. Знаете, есть такой метод в Индии, сделать так, чтобы слон никогда не убежал. Берут маленького слонёнка и сажают на железную цепь. Он начинает рвать себе ноги в кровь. Рвёт где-то несколько месяцев. Но железную цепь порвать невозможно. Потом дальше он понимает, что цепь порвать невозможно. Железную цепь меняют на мягкую верёвку. И этот слон вырастает. Он верит, что с этой верёвки сорваться невозможно. Хотя силы у него тысячу верёвок таких рубануть ногами. Но он никогда даже попыток не делает. Вот так мужчина, когда с женщинами обломался в отношении, он уже не делает попыток. Он становится, как этот слон, который на верёвке привязан. Хотя у него он может цепь рвать. Взрослый слон на самом деле. Чрезмерная занятость означает стремление к внешнему счастью. Человек не понимает ценность внутреннего счастья. У него есть чрезмерная занятость. У женщин чрезмерная занятость вызывает сильное внутреннее напряжение. А у женщины всегда психика куда-то направлена. Женщина соткана из энергии. Куда психика направлена, туда энергия уходит. И ей, чтобы, допустим, создать семью, нужно сильное переключение. Переключение означает, что она больше не ждёт, когда она повысит своё положение на работе, когда у неё будет высокая квалификация, лучше зарплата, лучше положение в обществе. Она это не ждёт уже. Она просто хочет отношений с людьми, всех любить, заботиться обо всех. И в это время она тогда настраивается на личную жизнь. Но если женщина настраивается на работу, ей некогда думать о личной жизни. И даже если человек попался какой-то, которому она нравится, она не может в него вкладывать свои силы, потому что у неё их нет. Она ему улыбается, как может, там всё прочее. И не создаёт отношения, потому что отношения — это женская энергия. Это женщина создаёт отношения. И для этого нужны силы. А сил нет, она упахивается. В результате этого упахивания, когда, смотрите, женщина, когда женщина постоянно насилует себя, у неё повышаются мужские гормоны. Это увеличивает непривлекательность. Женщина думает, буду рано вставать, заставлять себя, буду там обливаться ледяной водой, молитву читать два часа в день. И все будут меня любить. Ну, чтобы тебя любили, ты должна просто любить этот мир, любить людей. Для этого надо расслабиться. Женщина получает счастье просто потому, что она хочет всех любить. Вот мужчине достаточно, что жена любит его детей, ему не нужна, нормальному мужику не нужны от неё деньги. Бывает, конечно, когда люди совсем далеко от Бога, и они становятся нищими. Почему у человека нет денег? Потому что слишком далеко от Бога. Бог даёт человеку таланты. Когда человек приближается к Богу, он раскрывается как Личность, становится очень колоритным такой человек. И в результате ему легче зарабатывать. Но когда человек далеко от Бога, он живёт вот этой вот невежественной жизнью, работа-дом, 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 телевизор, то он становится очень таким хилым, понимаете, внутри. В результате он не может развиваться. У него нет потенции вот этой внутренней развития. Итак, когда женщина насилует себя, у неё повышаются половые гормоны мужские. В результате она перестаёт быть привлекательной. Привлекательность женщины означает расслабленность. Расслабленность. Непривлекательность означает напряжённость. Грубость. Женщина становится холодной в результате от этой усталости. Она снижает способность привлекать к себе внимание. Она не может так же держать мужчину на расстоянии, потому что она так сильно нуждается в мужском внимании, в этом состоянии, что если хоть кто-то обратил на неё внимание, то пусть делает со мной что хочет, я уже устала одна. Всё, я не могу больше одна. А так как она легко доступный объект, мужикам такое не нужно. Они понаслаждались и бросили. Всё легко доступное не ценится никогда. Такой закон этой жизни. В результате женщина не может построить отношения. У женщины природы она не может сразу применять отношения человека. Вот природа так устроила женщину, удивительно, что она не может сразу познакомиться. Ей нужно человека понять, разобраться с ним. И на это требуется время. И так создаются отношения. Вот женщина создаёт отношения. Она общается, пытается его понять. Мужчина говорит, быстрее там, что ему надо? Ну надо то ли в ЗАГС быстрее, это хорошо, то ли быстрее в постель. Но и в том и другом случае не надо мужчину подпускать. Нужно потихоньку разобраться, строить отношения, почувствовать сердцем, что это мой человек, не мой. Так женщина устроена. Но когда она слаба, она не может прояснять отношения. Не может держать на расстоянии, потому что она одинока. Она думает, ну сейчас я буду держать на расстоянии, и вообще он меня бросит. И если она так думает, он её бросает. Женщина должна ближе общаться с женщиной, любить женщин. Женская энергия коллективная. Вот смотрите, приведу пример. Допустим, вот как девушки выходят замуж. Знаете, зачем в древней культуре девушки хороводы водили? Вот женской энергии красоты должно быть очень много, чтобы мужику дало хорошо по башке. Поэтому женщины водили хороводы. Женщины должны быть вместе, их должно быть очень много, и они должны быть очень красивыми, нарядными. Когда мужчина это видит, то у него срывают башню. Много-много красоты, понимаете? Когда у него башню в целом срывает, одна какая-то девушка получает этого человека. Но сначала мужику надо в целом сорвать башню. И для этого хороводы, вот это вот женщины вместе объединяются, они все красивые, все любят друг друга, они именно друг друга любят. Смеяться друг перед другом, смеяться. Вот когда черевички мне принесешь, тогда мы их за тебя. Они между собой смеются, они с ним. А он завидует, он же мужчину не может так любить. Они друг друга любят. Ля-ля-ля, тря-ля-ля, ха-ха-ха. И он завидует, он смотрит такой. Ну какая-то одна ему нравится. Она еще издевается над ним. Вот черевички принесешь, тогда замуж. Так должно быть. Но некоторые люди решили все-таки начать стать благостными. Они решили встать на духовный путь. Они как бы решили, что Бог — это главное для них. И мужчина начинает думать, то есть человек не развился, он еще такой же неразвитый, может невежести, может в страсти находится. Но при этом он уже узнал, что есть Бог. И он думает, мне теперь самое главное — Бог. А личная жизнь — это грех. Надо же к Богу стремиться, а не к женщине. Стремиться к женщине — это греховно вообще. Сексом заниматься — это греховно. Все это греховно, поэтому я думаю только о Боге. и как бы о семейной жизни я не думаю совсем. Это такая подмена. Вы знаете, что такое тоже есть, мои хорошие? Я таких насмотрелся, дай Бог. И они вот объединяются в такие поселения всякие, мужские такие ашрамы. И там занимаются духовной практикой и становятся таким, знаете, очень благостными. Ну, то есть становятся женственными. Почему? Потому что они не имеют ответственности за этот мир. И они становятся инфантильными также, мои хорошие. Потому что мужчина может отреченный образ жизни вести, если его нагружают ответственностью за людей. Если он людям дает знания, постоянно в аскезе живет. Но таких мужчин мало. В основном мужчины уходят в этот ашрам, чтобы расслабиться и ходить наслаждаться жизнью. Одинокой. Вот этой вот светлой и возвышенной, как они говорят. Видите, есть две категории таких одуванчиков. Одни просто гуляют, ходят. Я московский озорной гуляка, Невского, Твырского, колодку. Переулки, каждая собака знает мою легкую походку. И волк из, ну погоди, да, вот эта вот легкая походка такая. Это оттуда все, из-за московской озорной гуляка. Вот. А второй вариант, это такие божьи одуванчики, такие они как бы, они повторяют молитву каждый день, такие возвышенные писания читают. Жениться не хотят, потому что это же тяжело, а так жить легко. Мужская такая проблема. Они уже наслаждаются благости. Есть наслаждение в страсти, означает упахаться и сексом позаниматься. Наслаждение невежества, означает нажраться, как свинья, и под столом рыгать. А есть наслаждение в благости, это жить в монастыре, и как бы молиться только, и все. Понимаете, но я не говорю, я же не критикую сейчас монахов. Монахи, они в аскезе живут. Они на себя берут ответственность, служат людям, свою жизнь отдают. Я говорю о тех, кто как бы наслаждается молитвой. Их хорошая жизнь, ничего не надо, все супер. Вот. Дальше. Благость у женщин. Гордость своей чистотой, возвышенностью. Такая возвышенная. И мне кто нужен? Святой Муж. Я уже возвышенный, понимаете? Не нужен Святой Муж. А эти все какие-то не святые вообще вокруг. Вот. И она начинает думать, Господи, какая же я святая. Потому что у женщины все самое лучшее, как только она начинает духовный практик, измять, все самое лучшее наружу сразу выходит, и она, Господи, какая я чистая и светлая. Светлое зеркальце скажи, и всю правду доложи. Кто на свете всех милее, и румянее, и светлее. Вот. В результате мужчины все как бы не дотягивают до меня. Вот. И вообще, в этом случае я вообще как бы я платочек одеваю, становлюсь очень строгой, и мужчин к себе не подпускаю, в принципе, если Богу угодно, кого-то найдет. А мужчины смотрят на такую девушку, ну, Господи, не дай Бог. В результате духовная практика, так как таких женщин, делает одинокими и в отношении к женщинам. А это все означает эгоизм, понимаете? Эгоизм может и в благости быть, и в страсти, и в невежестве. Это все тот же самый эгоизм. Потому что отреченная жизнь означает отдать себя людям. И семейная жизнь также означает отдать себя людям. И холостая жизнь означает отдать себя людям. Если мужчина, допустим, не женатый, он постоянно о всех заботится, служит, да он первый парень на деревне. Если девушка не женатый, постоянно любит всех, заботится, да она первая девушка на деревне. Проблема одиночества означает, что у меня нет сил, а сил нет, потому что я не знаю, откуда они берутся. Я не могу выйти на природу, потому что мне некогда и холодно. Там холодно. Олег Геннадьевич. Вот. Непонимание, что природа дает любовь, дает счастье. Людей мы не видим. Этому способствует еще вот атмосфера эта Москва такая, метро еще такие. Ну улыбайтесь людям, просто заставляйте менять эту атмосферу. Зашли в метро, улыбайтесь. Ружьте это все, вот это вот все, то, что людей делает больными, несчастными. Сражайтесь за счастье, смейтесь на улице, ружьте это все, вот это созданное человеком глупость, вот это ходит с замученной судьбой. Это означает разные степени развития человека. Понимаете, настоящая благость означает, что человек служит всем, он становится развитым сразу, успешным в жизни. Это все приходится естественно к человеку, который развивается как личность, но не может быть девушка незамечена, которая правильно настроена. девушка должна быть красивой внешне, потому что внешняя красота девушки дарит всем любовь. и от улыбок девушек вся улица светла. Девушки должны быть красивыми, мои хорошие, внешне. но внешняя красота это не означает тело открывать. Внешняя красота означает любить людей. Девушка должна учиться любить людей, она должна любить людей. И почему девушке дают ребенка? Потому что она любит людей. Даже возможность зачать ребенка зависит от этого. Не говоря уж от того, что возможность выйти замуж. Если девушка любит только себя и мечтает постоянно, я одна, все время одна. Значит, она никогда не выйдет замуж, потому что природа женская должна служить людям, а не мечтать о себе. Надо оторваться от себя. Итак, одинокие мечтатели следующая тема. Мечта это визуализация своего будущего как свершившегося факта. Подробности, какие блага мне это несет со всеми деталями того, кто должен быть у меня. а цель чем мечта о цели, потому что люди говорят, поверьте в мечту, говорят, люди, если не разобираются часто между разницей между мечтой и целью, они говорят, в мечту свою верьте, себе мечту поставьте и верьте в мечту. Вот смотрите, мечта разрушает жизнь человека, потому что человек живет потом в этой мечте, а не в реальности. а цель, она создает судьбу. Что такое цель? Это изучение вопроса для более осознанного достижения к победе. Цель делает человека сдержанным по отношению к подаркам судьбы, грамотным в движении вперед, практичным, устойчивым и неизбежно приводит к цели. Мечта расслабляет человека, делает его непрактичным, неустойчивым, фантазером, ленивым, глупым, несчастным. Цель приводит к счастью человека, мечта приводит к страданию. Одинокие мечтатели мужчины, постоянные мысли о сексе, часто секс с самим собой. Мысли о сексе с разными картинками, поиск этих картинок в интернет, завышенные требования к женщинам, страх перед женщинами, очень трудно познакомиться. Начинаются половые извращения, потому что постоянные мысли о сексе. Слабость характера, замкнутость, сниженная самооценка, слабая воля, склонность к компьютерным играм и бесконечному просмотру фильмов. Вот что такое одинокие мечтатели мужчины. Причина такой жизни это просто никто за шкирку не вытащил, в снег не закопал. Мужчине нужна ситуация. Мужчину нужно заставить жить. Война началась, человек становится мужчиной, в армию забрали, человек стал мужчиной, женился, стал мужчиной. раньше женили парней, женили, брали за шкирку, все, женишься. Женился, все, мужчиной стал. Что жена заставит быть мужчиной, не слезет. Одинокий мечтатель женщины, идеализация своих возможных, ожидание рыцаря на белом коне, пренебрежение мужской природой, непривязнь к мужским недостаткам характера. Этот мне не подходит, и этот не подходит, и этот не подходит. Незамечание своих недостатков, лень, замкнутость, переедание, пересыпание. Одинокий мечтатель женщины. Олег Геннадь, что-то я замуж не могу выйти. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизнь и пой, не упускай, и лыбку из счастливых глаз. Люди все одинаковые. Если у человека не хватает знаний, вот он живет как может, понимаете? Я не осуждаю сейчас людей. Вот вы живете как можете, я вас не осуждаю. Курите, курите, пьете, пейте, ничего страшного. Я не осуждаю вас. Я понимаю, что все происходит не случайно. Человеку не хватает контакта с Богом через святость, через память вот эту. Включение в память. Вспомните самое лучшее в своей жизни. И человеку не хватает знания о том, когда он становится успешным и счастливым. Нужно заставить себя жить. Заставить себя жить. 14-летнего мальчика все зависит от того, как он сам вам позволяет. если он позволяет вам над собой издеваться, отдайте его в секцию какую-нибудь. И он станет человеком. Вот меня 8 лет отдали в секцию самбо, я стал человеком. Я так благодарен родителям за это. Там меня мучили кошмарно просто. Бросали об пол, об маты. Бегаю по камням я по этим, по колким. Купался в ледяной воде, мне было 10 лет всего. Меня готовили сборную России по самбо. самбиста из-за меня не получилось? Я очень благодарен. Не надо ничего пожестче, не надо убивать ребенка, не надо сказать. Хотя бы небольшие аскезы какие-то ребенку. Если он захочет, это будет супер. Пускай мужчина побеждает судьбу через физику, через тело. Мужчине вот надо всем мужчинам, мальчик развивается обязательно какая-то секция спорт, борьба, ну что-то с телом связанное. Это мужчина укрепляет, делает его волевым. Женщина развивает через искусство. Рисование, пение, танцы, что-то такое связанное с искусством и девочка начинает развиваться как личность. Мальчик развивается через движение, через волю, через силу воли. Нужно побеждать. Девочке нужно любить всех, учиться, улыбаться, петь, танцевать. Тогда она развивается как личность. Конечно. Конечно работает. Да. Конечно работает. Над женщиной всегда творчество нужно женщине. Обязательно. Итак, следующая тема. Несоответствие между желаемым и действительным. Это означает сильный эгоизм любви. Служить не хочется, хочется себе побольше подарков. Сильное нежелание отдавать любовь. Сильное придирчивость человеку. Жесткие требования к тому, кто любит тебя. Чем сильнее человек хочет любви, вот послушайте меня, чем сильнее человек хочет любви, тем больше создается дистанция между взаимностью. Вот когда человек сильно жаждет любви, наступает такой момент, что те, кто его любит, ему не нравится, а тех, кого он любит, он не нравится этим людям. Это означает сильная жажда любви. Понимаете, не любить жажда, служить, а вот именно любви к себе сильная жажда создает людей, которые не могут найти себе близкого человека, не потому что нет, а потому человек понравился, я понравилась, а мне не нравится этот человек, потому что мне приходится отдавать ему свою энергию любви, он питается мной, а я хочу сама им питаться. Не нравится все, иди отсюда, а когда я люблю, ему не нравится, потому что им питаются в это время, он говорит, иди отсюда сама. Все, замкнутый круг, человек не понимает, что любовь это служение, ему хочется подарков, он хочет наслаждаться энергией женщины, мужчины, и в результате люди остаются одинокими. У мужчин таких любовь к женщинам, до которых они не дотягивают, пренебрежение теми женщинами, которые нравятся, тяжелый опыт отношений, разрушенная самооценка, неправильное представление о женской природе, диспотизм может быть в отношениях с женщинами, или если желна сильнее, то наоборот, униженность и задавленность. У женщин любовь к каким-то непонятным мужчинам, непонятных с небес каких-то, пренебрежение нормальными мужиками, тяжелый опыт отношений, завышенная самооценка в отношениях, неправильное представление мужской природе, непонимание, что мужчина может развиваться, вынь золото из грязи, да помой. Женщина говорит, где найти хорошего человека? Я говорю, хорошего человека можно найти только в дерьме сейчас, потому что все хорошие люди, которые не в дерьме, уже заняты. вот видите, человек хочет стать хорошим, у него стремление правильный, вектор правильный, вас полюбил, возьмите его к себе, помойте. Увидели золото, сильное желание развиваться, увидели золото, но человек еще не развитый, приблизьте к себе, он будет вас как богиню почитать, и он станет развитым через 5 лет, потому что мужчина развивается, женщина стабильную природу имеет, мужчина развивающийся, он станет развитым. У меня жена когда смотрела мою фотографию, 18 лет она смотрит, говорит, я за такого никогда замуж не вышел. так я тот же самый человек. Дальше, следующая причина одиночества, гиперответственность по поводу личной жизни. У мужчин страх перед трудностями личной жизни, страх перед настатками женского характера, страшно же, когда она обижается, это же ужас. Подверженные отношениям между родителями боится, как бы им говорят, это не та, это тебе не подходит. Он, да, не подходит, хорошо, вот, не буду тогда с ней. Низкие возможности зарабатывать тоже мужчин пугают. Сниженная оценка своих способностей, неправильное представление о женщинах и так далее. У женщин гиперответственность означает страх перед мужской природой. Бояться любого мужского насилия, силы мужской бояться, вымогательств, страх иметь детей, вынашивать и рожать, желание сильного комфорта, одиночества. Знаете, женщины, многие замуж не выходят, потому что они не хотят напрягаться в отношениях. Им и так хорошо. Женская природа сама по себе гармоничная. Зачем замуж выходить и так хорошо? Женщина говорит, я хочу замуж, но цену платить не хочет. она не хочет унижаться, напрягаться, ей и так хорошо жить, комфортно, и она остается одинокой. Она не хочет свою зону комфорта разрушать даже в отношениях с женщинами. она как клушка просто сидит одна. Или не, как мышка наружка. Надо стать лягушкой квакушкой. Для того, чтобы... Да, ну, что это? Люди должны прилагать усилия, чтобы... Это награда быть с кем-то. Часто люди безответственны по поводу личной жизни. Склонность к одиночеству у женщин, откладение принятия решения на будущее, сильная половая привязанность к женатым мужчинам не дает женщинам выйти замуж. И так далее. Все это означает неразвитость. Вот одним словом. Неразвитость означает нет контакта с Богом, нет желания служить. Все. Вот две вещи, которые человек должен себе развить. И это же дает ему долголетие в жизни. Это дает возможность полноценности жизни. Я сейчас просто начал бегать, вот бегать. Вот позавчера пробежал 15 километров. Началось с 500 метров всего. У меня тело похудело, на 7 килограмм похудело. стало легким, таким стройным. Помолодело тело. Просто от аскезы. Вы думаете, легко бегать 15 километров? Нет? Я как деревяшка, вот бегу, у меня как костяшка такой весь. Тело же не молодое уже. Но оно преображается, становится все моложе. Там поболело, то здесь поболело, все переболело. в том раз стало крепче. Вот я наблюдаю за телом. И я понял, что человек только сам себя делает старым. Даже человек в возрасте большом может быть бодрячком. Сколько им положено жить, конечно. Бесконечно жить ты не будешь. Но только аскеза дает человеку возможность быть молодым. Молодость это не возраст. Молодость это сила воли человека. Лень разрушает жизнь, делает человека старым. Есть три типа старения. Полнота. Три стадии полноты. Первая стадия просто лишний вес. Вторая стадия доброкачественной опухоли. Третья стадия злокачественной. Это просто старение тела. Запомните. Не злой рок какой-то проклятие. Это просто старение тела. У вас пошло старение? Как побеждать? Вот этот тип старения побеждается с помощью поста и движения длительного, спокойного, не напрягивая. Я бегу спокойно очень, не торопясь. Или ходить надо долго. Лучше бегать, потому что быстрее очищается организм. Пост достаточно до обеда просто водичку пить. Каждый день все и у вас очищается тело. Следующий тип старения называется скованность или зажатость. Он лечится одновременно статикой и динамикой. Надо и неподвижные положения тела и движения по долгу это надо делать. И неподвижное положение тела по долгу там встать как допустим ночные бдения православия. Это омолаживает человека оказывается. Знаете вот стоят люди на службе это омолаживание идет. Вот дальше динамика означает движение или быстрая ходьба или бег легкий такой спокойный. Омолаживание означает не напрягаешься спокойно бежишь или спокойно стоишь или какое-то упражнение делаешь расслабляется тело в это время не двигается долгое время. Одно упражнение надо менять на другое допустим туда согнулся надо потом наоборот согнуться иначе будет дисбаланс. И когда у человека воспалительные процессы третий тип старения воспалительные процессы начинаются истерики гневливость раздражительность язвы всякие кожные болезни аллергии это все тоже старение организма лечится с помощью поста и статики видите все три типа старения лечится тремя способами но разной комбинации я вам просто рассказал как жить в этом мире не болея вот ничего другого не надо делать ну конечно надо режим дня соблюдать правильно питаться это все надо но я говорю сейчас про лечение достаточно про этих трех лечей чтобы не болеть а если вы болеете достаточно начать эти три вещи делать и вы опять перестанете болеть организм начнет просто жить но я сейчас вам рассказал о том что человек может со своим телом даже справиться без ну вот каких-то чрезмерных усилий если не запущенная ситуация конечно надо хирургическую операцию делать значит надо делать запущенная ситуация но бывают ситуации нормальные более-менее точно так же и лечится характер человека или психическое тело что такое болезнь психического тела это одиночество одиночество означает слабость просто и все если роза растет посреди улицы но не выгружили она никому не нужна если она пахнет благоухает но неужели никто не возьмет себе ее домой но он такого быть не может а если колючка вонючая растет ну как бы ее сорвут для других целей понимаете чтобы она не портила улицу вот перестаньте быть вонючими колючками станьте розами белыми или красными или розовыми песни про все розы есть розовые розы белые розы белые розы и так далее человек должен наполниться Богом и отдавать это другим это аскеза и тогда он становится красивым мужчина и женщина мужчина мужественным становится как бы мужские отдавать заботиться о людях видишь кому-то плохо иди помоги видишь там бабушку которая с корзинкой идет ничего не купила в супермарке купи ей положи в корзинку ты мужчина стань сильным люби всех вокруг все ждут от тебя этого и все тебя будут любить если ты в корзинку какой-то бабушке что-то положишь какая-то девушка это увидит и она тебя влюбится сразу потому что ты проявил мужские качества женщины всем это очень нравится поднимите руку кто влюбится в такого мужчину он сколько видишь лес рук мужчины а как девушки можно всех обнимать покупать продукты что хочешь там кормить даже можно из ложечки только по-другому девушка покупает из любви а мужчина покупает из защиты из желания покровительствовать 5 involv р 6 7 8 7 8